Заявление вице-премьера Российской Федерации господина Рогозина о том, что после подписания Молдовой соглашения с Европейским Союзом может быть введен визовый режим, серьезное, оно вызывает озабоченность и у меня складывается впечатление, что так оно и произойдет. Почему? Потому что помимо тех сложностей, которые у нас есть во взаимоотношениях с Российской Федерацией, последние действия молдавских властей по организации обыска в правительственном самолете Российской Федерации, а также изъятие обращения жителей Приднестровья к президенту Российской Федерации осложнило наши межправительственные отношения, межгосударственные отношения. Нужно не забывать, что господин Рогозин является председателем межправительственной молдороссийской комиссии и именно он является тем лицом, вице-премьером Российской Федерации, который отвечает за официальную позицию Российской Федерации по отношению к Молдове. И тот инцидент, который произошел с ним и персонально был направлен против него, безусловно, уже по заявлению господина Рогозина, по заявлению премьер-министра господина Медведева, очень сильно отразится на экономических отношениях и на вопросе свободного передвижения граждан Республики Молдова в Российскую Федерацию. В то же время господин Рогозин заявил о том, что это не коснется наших граждан, работающих в Российской Федерации. Около 700 тысяч граждан Молдовы, которые сегодня находятся в Российской Федерации, могут, согласно нового принятого закона, получить по упрощенной процедуре в течение трех месяцев российское гражданство. Безусловно, что многие граждане воспользуются этим правом получения российского гражданства, но Молдова получит очень негативный экономический эффект, так как эти люди будут перевозить свои семьи для постоянного жительства в Российской Федерации, и Молдова лишится около 1 миллиарда долларов, которые в течение всех прошедших лет поступали в нашу страну, и за счет этих денег развивалась наша экономика, были осуществлены поступления в бюджет и выплачивались пенсии и зарплаты. Теперь мы стоим реально на пороге реальных угроз банкротства нашей банковской системы, нашей бюджетной системы и платежеспособности в Республике Молдова.